Случаи бывали, да, едешь и смотришь, какая-нибудь машина, даже вот моих коллег в такси едет с каким-нибудь там, допустим, пассажиром неадекватным, который, видать, допивает свой там напиток и выкидывает в окошко. Так охота остановить или догнать и вернуть то, что он потерял. Когда потерянного на обочинах и в лесных массивах стало много, тогда и был принят закон за подобные деяния наказывать рублем. От 10 до 15 тысяч физические лица, юридические от 30 до 50. А если нарушения зафиксируют повторно, то и вовсе юрлицо можно оштрафовать на 200 тысяч рублей с конфискацией авто. По данным статистики Барнаульской автоинспекции, в прошлом году в городе было составлено 192 административных материала. В этом уже 65. Но мусор из машин как выбрасывали, так и продолжают выбрасывать. Мы очень часто по ходу выходного дня ходим. И бывает, что прямо на обочинах, так же свалка мусора. Либо кто-то приехал отдыхать, отдохнули, сели в машину. Это все в лучшем случае в пакеты, в худшем случае просто так разбросали, поехали дальше. Ольга и остальные неравнодушные этот мусор собирают и отмечают, меньше его не становится. Когда закон в прошлом году вступил в силу, то предполагалось, что в местах, где часто мусорят, установят фотоловушки. В настоящее время камер, фото-видео фиксации, которые бы фиксировали нарушения выброс мусора, в городе Барнауле, Алтайском крае нет. Те камеры, которые установлены у нас на улицах, они фиксируют нарушение правил дорожного движения. И все уже административные нарушения за выброс мусора из машин выписывают. Автоинспекторы говорят, неравнодушные горожане факты правонарушений снимают на видео и присылают в ГИБДД. Но барнаульцы уверены, большинство нарушающих закон остаются безнаказанными. Вообще нужно штрафовать. Пока у нас не начнут штрафовать, пока не начнут наказывать, мне кажется, с места не сдвинется. Если будут штрафовать, если будет это показано, рассказано, доступно донесено, возможно, кто-то задумается, а стоит ли. Было бы хорошо, если бы достаточно видеорегистратора и какой-нибудь сайт, куда бы можно было это выложить, чтобы наказать человека, который на самом деле ведет себя неадекватно на дороге и в отношении природы. А своим коллегам-таксистам Сергей дал такую рекомендацию. Ее, конечно, в законе не пропишешь, но может быть весьма действенный, уверен таксист. Нужно просто высаживать из машин людей, выбрасывающих бутылки или мусор из окон, и заставлять поднимать его. Говорит, в другой раз клиент явно задумается, прежде чем что-то выбросить на обочину или в лес. Татьяна Голубева, Анастасия Бертенева, Владислав Ковалев. День с толком.